Мы продолжаем с вами настраивать шаблон от конторы UTEM. И в этом видео настройка мобильной версии для шаблона Маккай. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео. Переходим в админку нашего сайта, переходим в расширение шаблона, заходим в наш шаблон UTEM, заходим в Customizer, переходим в макет и Mobile. Давайте посмотрим. Сразу вот здесь обратите внимание на иконочке. Можем сразу переключиться в отображение мобильного макета, то есть прямо здесь, не переходя даже на сайт, чтобы видеть внесенные изменения, которые мы внесем в этой вкладке. Итак, первая контрольная точка. Выберите размер устройства, где будет появляться значок мобильного меню, то есть тот самый гамбургер, вот этот значок, по клику, которому выскакивает наше меню, мобильное меню. То есть, смотрите, здесь есть три варианта. Для этого варианта, смотрим, у нас отображается здесь, а также есть и другие устройства. Например, это планшет, то есть мобильный телефон, планшет, ноутбук и компьютерная версия. Соответственно, на планшете видно, что меню здесь смотрится некрасиво, здесь желательно тоже мобильное меню, выбираем вот этот вариант, и тогда вы видите, что шапка приобретает мобильную версию, то есть как здесь, так и здесь, на этом устройстве. Еще вот этот вариант, да, но он здесь как бы особо не играет, то же самое, то есть либо это, либо вот медиум. То есть оставляем так. Дальше панель навигации, статичная, стики. Стики, то есть у нас хедер будет залипать вверху при прокрутке, или стики on scroll up. Мы с вами в прошлом уроке проходили уже, но это было для компьютерной версии. Я вам напомню, если мы посмотрим на компьютерную версию, прокрутим сайт, начинаю крутить наверх, а меню выскакивает. Это как раз-таки эффект стики on scroll up. Соответственно, то же самое эффект можно задать для мобильной версии. То есть сейчас, смотрите, я прокручиваю меню, нету, видите, да. Здесь, если выбираем стики, то есть прилепить шапку, да, и вот оно залеплено, видите. То есть отдельно для мобильного меню можно сделать залипание. Или стики on scroll up, на ваше усмотрение. Дальше логотип, где выравнивать. Его можно вообще скрыть. Сразу здесь можно увидеть, если не хотите, логотип мобильный показывать. Опять же, напоминаю, это настройка именно мобильной версии. То есть, скажем, на планшете тоже не видно, а на ноутбуке и на компьютере, или декстоп, да, видно. Поэтому я сразу и включил отображение мобильного меню, да, мобильные версии сайта, чтобы все изменения вы видели. Соответственно, логотип слева, это рядом с меню, логотип по центру или логотип справа. Вот я, наверное, оставлю вот так. Переключение меню. Соответственно, либо скрыть, но иногда на мобильном устройстве меню и не надо показывать, потому что вы сами понимаете, что пальцем удобно прокручивать страницу. Если это лендинг, и ваши менюшки являются якорями, нет перехаут на внутренней странице, то меню мы, наверное, здесь скрываем, чтобы просто пальцем было удобно прокручивать. Я бы так и сделал. Если у нас какая-нибудь визитка, то меню мы оставляем. И также отображать можно гамбургер справа, но выскакивает, видите, окно слева. И также здесь можно поставить птичку, показать меню слова рядом с иконкой меню. То есть, как вы хотите, на ваше усмотрение. Стиль меню, дефолт, премерий. Ну, соответственно, премерий здесь надо разбираться, в чем дело, здесь просто буквы большие становятся. На самом деле там тонкие настройки есть всех вот этих стилей. Возможно, там просто надо размер убавить. Оставим пока дефолт. То есть, дефолт это вот обычный размер текста. Оцентровать. Смотрите, сейчас вы видите, вот в восплывающем вот этой окне у нас меню по левому краю. Если сделаем точку, поставим оцентровать, то видите, относительно нашего в канвес меню у нас все по центру. Наверное, так даже лучше смотрится, я так оставлю. Дальше, анимация меню of canvas, modal, модальное окно или выпадающее меню. То есть, сейчас вот это меню называется of canvas. Вот такого вида. Если это modal, то видите, как бы просто подгружается, как во всплывающем окне. То есть, на ваше усмотрение, как лучше. Соответственно, есть еще выпадающее меню. Если мы кликаем, оно как бы выпадает сверху вот такого вида. Я бы, наверное, оставил modal. Соответственно, если выбираем modal, то есть возможность центровать по вертикали. Вот сейчас смотрите, как это выглядит. Если я птичку снимаю, кликаю по меню, у нас меню как бы наверху. Ну, наверное, здесь будет намного симпатичнее, если это будет по центру. Соответственно, если выпадающее меню, то у нас настройки меняются. У нас появляется внизу анимация выпадающего меню. Это слайд. То есть, сейчас это скольжение. Есть еще push. Если выбираем, то оно как бы выдавливается. И, соответственно, если off canvas, режим выдвижения меню, тоже есть слайд, ревиал. То есть, это вот так вот. Он как будто выдвигает. Но не очень мне нравится, на самом деле. Я оставляю modal. Настроили все, как хотели. Нажимаем сохранить. Не забываем закрыть, сохранить и закрыть. На этом урок закончен. И увидимся с вами в следующем видео.